День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новым выпуском, в котором мы с вами познакомимся с еще одной интересной историей жизни. Главным героем сегодня у нас будет человек-ученый и занимающийся преподавательской деятельностью в университете. А его супруга работает в продажах. Сегодня мы посмотрим, где они жили до и куда переехали после. Послушаем их взгляды на жизнь и я вам буду периодически задавать интересные вопросы, ответы на которые очень интересно почитать в комментарии. Безусловно, я подготовил для вас интересные зарисовочки, о которых стоит поговорить. Я подсвечу темы, когда людям что ни дай, все плохо, но при этом начинать с себя почему-то они не торопятся. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Сегодня у меня для вас выпуск с более глубоким жизненным смыслом. Приятного просмотра. Героиня выпуска Алиса, но у нас будет сегодня еще и герой выпуска Артем. Это ваш муж? Да. Обо всем мы поговорим по порядку. Алис, сейчас мы находимся в таком месте, знаешь, серая погода нам подыгрывает. Пятиэтажечка уже брошенная за нашей спиной. И до всего этого мы дойдем по порядку. Ну расскажи мне, где ты жила, откуда ты, москвичка или, может быть, ты из Сибири. Как вообще вы купили долю в квартире вот в этой пятиэтажной? Я москвичка. Мои родители проживают около метро Пиромайска. Я даже из этого района далеко и не убегала. Познакомились мы с мужем в школе. Я училась с его родной сестрой, а он был на два класса старше нас. Ну отучились, разъехались. Он уехал там жить к родителям на бойку. Вот. А я осталась здесь. И, ну не знаю, как-то потом спустя время, мы в 2011 году, просто сестра нашла меня в ВКонтакте, по-моему, или о Ваське. Ваське нашла там, ну как, бывшая одноклассница, давайте встретимся. И я прям от дома своего, с Пиромайки, вот сюда прям прямым шагом дошла и осталась. Все. Здесь двухкомнатная квартира, 42 квадратных метра. Вот. Планировку можно отдельно рассказать. Это уникальные вообще планировки в наших пятиэтажках, когда у тебя одна 20 метров, извините, а другая комната 8 метров и 5 метров кухни. И нет коридора. И вот живи как хочешь. То ли студию себе оформляй, то ли, не знаю, в общем, очень... Ну, зато была кладовка. Это важно. Знакомьтесь, герой выпуска. Артем, слушай, расскажи, пожалуйста, в деталях. Вот познакомился ты с женой. Насколько я знаю, ты проживал как раз на тот момент вот в этой пятиэтажке один в двухкомнатной квартире. Откуда эта квартира и какую долю вы здесь выкупали? Эта квартира нам досталась от отца. 50 на 50 вместе с сестрой. И в итоге сначала жил в этой квартире я один. Но потом в 2016 году, когда уже у нас был ребенок с моей супругой, сестра поставила вопрос о том, что квартиру надо продавать и делить. Потому что она только что вышла замуж, им нужны были деньги. И мы сначала поставили квартиру на продажу, но потом нам удалось уговорить сестру, она пошла нам на встречу, выкупить у нее долю. Что, конечно же, было гораздо выгоднее. Ей за это низкий поклон, спасибо. Мы выкупили долю за 2,100, при том, что квартира сама здесь стоила 6 миллионов. Именно квартира на момент какого года? Это был 2016 год. Вот, ребята, 2016 год, вот такая пятиэтажка, двушка, 2,100,000 доли при цене 6 миллионов. Да, то есть это вот... И все довольны? Конечно же, все были довольны, да. Вот так вот мы получили уже полноценное жилье здесь. А вот сейчас важный комментарий с деталями, для того, чтобы вы лучше понимали смысл, убрали все несостыковки. Далее я вам задам интересный вопрос. Алиса рассказывает, муж уезжает жить к родителям на Войковскую. Но сейчас-то мы находимся не на Войковской. Откуда вообще вот эта квартира? Отец Артема бывший военный. Когда-то ему дали квартиру, он ее перевел в собственность. И как папа разделил эту квартиру в равных долях 50% сыну, 50% дочери. Сам же уезжает жить на север в квартиру жены. Родители живут там, а эта квартира предназначалась для детей. Взрослые станут, разберутся, что и как с ней делать. Взрослые стали, разделили. У сестры Артема, как вы услышали, претензий нет. Таким образом выкупают они эту долю. И вот живут троем уже муж, жена, ребенок в двушке 42 квадрата. Продолжаем. Сам смысл, что вот этот дом уже вот, техника на фоне, вы можете слышать, ездит. Уже идут работы измерительные к подготовке к сносу этого дома. Вот обратите внимание, интересная картина. Две типичные пятиэтажки. Вот эта пятиэтажка согласилась на программу реновации, а за нашей спиной пятиэтажка отказалась от программы реновации. Таким образом, на этом месте в скором будущем будет котлован, снос дома. А эти товарищи будут жить и смотреть на то, как строится новый дом. Верно я говорю? Верно. Более того, вот та пятиэтажка, она, можно сказать, расположена ближе остальных в округе к как раз нашему новому дому. Они уже смотрели, как строится он. И вполне вероятно, даже кусали локти. Потому что реновация образца 2017 года – это одно, а реновация образца 2023 года – это совсем другое. А вот здесь поподробнее, пожалуйста. Потому что качество из года в год только растет. Растет? Конечно. Потому что сначала дома были, ну, откровенно говоря, плохими. И не случайно их называли эконом-класс в сущности. А сейчас это уже комфорт-класс. Некоторые даже называют комфорт-плюс. Давайте разберем по порядку. Ну вот мы показываем, да, картину, как выглядит старый вторичный фонд. Пятиэтажки. С одной стороны, у них есть свой жирный плюсик. Это обжитый, тихий райончик. Как правило, зеленые дворы. И, собственно, вот на это, наверное, все. Обжитый, тихий, спокойный, невысокий. Но смысл в том, что здесь квартира двухкомнатная будет стоить там 10 миллионов рублей, а в вашем доме 15 миллионов рублей. То есть хотя бы ради денег многие обращают на это внимание. Почему люди-то отказываются? Что им не так? Объясню. Потому что в 2017 году передача квартиры новой, она была по совсем другим законам, образно говоря. То есть тогда, если мне не изменяет память, нужно было даже доплачивать за метры квадратные, которые получал человек дополнительно. И плюс ко всему еще были вопросы к качеству строительства тогда. То есть мало того, что нужно доплачивать, так еще и ты получаешь дом с откровенно кривыми стенами. А тогда еще до сих пор строили дома, ну, в 2017-2018 годах еще панельными их строили. Потому что сейчас дома в основном строят или монолитно-кирпичными, либо монолитно-панельными. То есть вот как ПИК строит сейчас, ПИК тоже для реновации строит. Вот. И поэтому люди отказывались тогда. Потому что тогда, еще раз, реновация была совсем другой. Вот сегодня мы с вами копнем поглубже эту тему. Потому что когда появилась программа реновации, изначально она многими была воспринята в штыки. Строят из говна и палок. Да зачем она нужна? Тут ты живешь свое, родное, уже привычное. А тебя переселят за МКАД, еще и доплатить придется. Их дом, Артема и Алиса, изначально под реновацию вообще не попадал. Они бились за нее. Почему? Сейчас всю информацию вам дам. Когда я слушаю подобную историю, у меня всегда возникает вопрос. А чего эта реновация? Только для москвичей, что ли, сделана? Вот в следующее воскресенье мы с вами разберем ситуацию. Уедут за 300 км от Москвы, где люди жили в бараках двухэтажных. И их переселили. Куда, что, как, очень интересно будет посмотреть. В общем, сейчас мы с вами прервемся и далее продолжим с деталями. Ну вот на сегодняшний день они сейчас посмотрят, послушают, в целом поизучают, скажут. Не, ну вот теперь мы согласны. Какая-то процедура ты не изучал? Есть возможность им теперь... Есть, есть, есть очень большая проблема. Очень большая проблема. Она заключается в том, что согласно законодательству, те дома, которые попали в итоге в программу реновации, они уже не могут, вот этот весь состав домов, он не может поменяться. Все. То есть уже поздно. Уже просто только остается кусать локти тем, кто не проголосовал тогда, в 2017 году. Либо ждать новую, наверное, волну. Все, потому что волна заканчивается, вот последняя волна заканчивается в 2032 году. Типа потом дальше не будет что-то реноваться? То есть вот этот вот дом, он будет стоять до 2032 года, это точно. Потом, скорее всего, будет еще какая-то волна реновации, в этом нет сомнений. Вот. Но до 2032 года этот дом не попадет в программу. Все. Это по закону. Незаконно. Если жители уже проголосовали так, значит, они так проголосовали, и никто не будет там инициировать какое-то новое, значит, вот это собрание, да, вот, новое голосование. И люди, которые в свое время, когда им предлагалось голосование, было все развешено во всех пятиэтажках, говорилось в СМИ, в интернете, голосуйте, если ваш дом, допустим, не попал, но вы хотите, так как у нас и получилось, мы не попали под реновацию изначально, потому что у нас считалась несносимая Лужковская серия, самая лучшая пятиэтажка из всех пятиэтажек, которые есть в Москве, вот, на тот момент. То есть мы изначально вообще не попали, но мы проявили инициативу, бегали, собирали все подписи, и нас... Включили. Включили. Засунули. Засунули, да, засунули. Вот мы такие были счастливые. Почему невозможно поменять? Потому что на 15-20 лет делается градостроительный план всего изменения города. И потом... Ой, вы знаете, а мы хотим... А все, уже все полностью распределено. И делается уже как бы от того, как была приемка. Поэтому удавалось достаточно много времени людям проголосовать. Это было не один день. Вот расскажи мне, в каком году ваш дом включает в программу реновации? В 2017-м. В 2017-м году. А, по результатам голосования мы попадаем в программу реновации. Мы ликуем, мы счастливы. Просто фонтан. А потом затишье. В какой год мы попадаем, как нас несут? Мы вообще думали, ой, ну все, где они будут там в самом конце, потому что мы несносимы. Нет. 2024-й год. Вторая волна. Мы очень сильно удивились, потому что у нас точечная застройка. Обычно считается, что квартально сносят и строят, и людей переселяют. Но сейчас, как я понимаю, наоборот, точечно стало выгоднее и удобнее. Переселяют 4-5 пятиэтажек в один дом, их сносят, оставляют. То есть нет такого, что вот как, например, тушина заполняется, все на поле. Сейчас очень локационно, это точно очень хорошо. Вот ты мне расскажи, когда вы узнали об этой программе реновации, вы захотели в нее вступить? Я же, когда они тогда еще услышали, я был моложе, я был молод. И я помню одно, что многие люди, как обычно, в штыки, все, что новое приносит, там, реновации, мы снесем ваши дома, построим новые. Нам это не надо. Вот расскажи, как первый источник, с точки зрения человека, который жил, который в эту программу попал, что людям не нравится, за что ее боятся, за что ее не хотели, может быть, тогда, сейчас, хотя бы, что говорят? У нас очень хорошо в России работает негативный информационный фонд. Подключились риэлторы, журналисты, снимались самые жуткие кадры. Особенно еще раз хочу повторить, что когда она началась, очень многие дома не строились с нуля. Отдавались, допустим, дома до заселения в домах, где детдомовцы живут. Людей вот расселяли, где есть свободные, вот туда и расселяли. Это вот самые первые пробные, так сказать, шаги, потому что, мне кажется, само даже государство не совсем понимало, как это все глобально выполнить. Но мы с мужем знали, что реновация, она неизбежна, потому что Москва растет ввысь, Москва меняется, она и должна была меняться. Уже все, ну хватит. Просто люди, которые живут в пятиэтажках 1961 года, например, они там и остались в этом подсознании 1961 года. Они так и чувствуют. И даже удивительно, многие, получается, попадают уже во вторую диновацию. А под них же за 10 дней строились домы, за 20 дней строился дом. Вот эта пятиэтажка строилась 20 дней, например. Я не утверждаю, что именно это, но да. Быстро коробка. Да, прям раз, все. Пятиэтажка стоит. И вот самое важное понять, что сознание, почему так тяжело пробивать, во-первых, немножко как много, у нас много пожилых людей. Очень тяжело пробить сознание людей, что вы можете из 1961 перескочить в новый, в 2023 год со своими плюшками, дополнениями, улучшениями. И все равно они, ну это же люди другого поколения. Это надо понимать и принимать. И плюс очень хорошо у нас работал негатив. Вот мы сами с ним столкнулись. Были жутчайшие предположения. Из серии дом рухнет. Строит из... Говной палок. Я, вот это я могу. Вот. Вот зарисовочка вам по-живому. Оцените атмосферу. Вот так посмотришь фоном, не скажешь, да, что мы находимся где-то в Москве. Тем более вот сейчас я стою, запах такой идет, знаете, от квартиры откуда-то жареной рыбой. То есть такой по-домашнему. Грязь развозюкали. Сейчас готовятся потихонечку к сносу дома. И вот, пожалуйста, вам по-живому все. Девятиэтажка, или сколько этажей, которая вроде как внешне выглядит поцивильнее, но здесь живут кто? Люди. А люди это соседи. Ну, пожалуйста, вышел, шваркнул свой мусор и пошел дальше. А почему? Не знаю. Вот за спиной мусорка. Почему бы не пройти три метра, друзья? Три метра. И потом все эти люди из разных домов начинают переезжать в один дом. Если раньше ты жил, у тебя пятиэтажка отдельно, ты в своем подъезде, возможно, в соседнем подъезде знаешь своих соседей, знаешь, что проблемный, кто не проблемный, но вокруг тебя еще стоят дома. А далее вас всех собирают в одну так называемую башню. В 2021 году, внимание, закладывают кирпич при строительстве этого дома. Сколько времени ушло на строительство? На строительство ушло менее двух лет. Я помню, что в мае появилась огороженная территория, котлован, так скажем, был. Когда вам начали уже ключи вручать? А ключи мы получили 20 июля 2023 года. Прямо ключи. А квартиры сдавались с отделкой, с ремонтом? Да. Готовы? Да. То есть вам дают ключи, заезжай, живи? Абсолютно. Именно так и есть. Единственная проблема, что грузовик дают в последний день владение старой квартирой. Грузовик это еще предоставляет машину на переезд? Бесплатно, да. Бесплатно? Бесплатно, да. А сколько квартир в этом доме? В этом доме, а мы видим, что здесь как будто бы два дома, но в действительности это один дом, он везде во всей документации проходит как один дом, потому что он объединен единым подземным стеллобатом в виде подземного паркинга. И поэтому это называется дом с двумя подъездами. Здесь 366 квартир прямо по числу дней в высокосном году. А при этом из этих 366 квартир, сколько квартир принадлежит именно жителям, которые переселяются по реновации? Мы недавно навели справки в Центре информирования населения, есть и такой для всех переезжающих. Нам сказали, что 276 квартир. А остальные так называемые квартиры, наверное, на продажу? Я так понимаю, либо на продажу, ну на продажу в любом случае какие-то из них, на балансе, видимо, они города будут. И, скорее всего, часть из них будет передана Министерству обороны, я так думаю. Короче, смотрите, кому-то это дадут как социальное жилье, да, то есть, пожалуйста, вруча там, в подарок, кто-то эту квартиру сможет купить. В общем, и тем, кто жил, получают и так далее. Ну, вот так вот. Двигаемся по-живому, заходим к вам на территорию дома. И вот, смотри, ребят, вот только что мы были в старый фонд, там другие люди живут. Вот они, переехали, соседи, и вот та же самая водочка, сок, молоко детское, то есть, прям вот такая, знаешь, классика. Что это такое? У нас есть инициативная группа, которую организовала я, потому что это мой дом, я его люблю. И мы ничего с этим поделать пока что не можем, потому что у нас вообще очень уникальная ситуация с самим домом сложилась. Это связано с тем, что такого нет, но, как говорится, такого не было, но вот опять. Наш дом никак не принимает на баланс управляющие компании. Мы застряли между городом и управляющей компанией уже полгода как. То есть, ни разу, нигде я такого не слышала. Обычно реновационный дом, УК, как правило, жилищник, он вообще автоматический. И начинается, да, там, видеонаблюдение, консьерж, охрана и так далее. Мы заселяемся и как в поле живем. Нами никто не занимается. А это вот отличный как раз пример для всех тех, когда, знаете, бывают люди ругаются на управляющей компании, я ни в коем случае их не защищаю, я лишь хочу донести до вас объективную информацию с разных сторон. Вот когда нет над тобой старшего, кто за тобой следить будет, кто за тобой будет убираться. Я уж извиняюсь, такое, знаешь, грубая фраза есть, жопу подтирать. Вот к чему приходит. Казалось бы, вот я бы еще понял, если в радиусе, там, не знаю, километра или двух не было бы мусорки. Вот снимай меня прям по живому, давай поменяем с тобой так вот местами, друзья. Вот выходишь, и вон она. То есть идти до нее, вот так вот, добрал легкие, и до одном дыхании дошел. Вон она, мусорка там. С другой стороны есть мусорка. То есть куда бы ты ни пошел, они здесь на каждом углу. И это городские мусорки, то есть они не относятся к дому. За ними приезжает специализированная машина, и она их всегда убирает. То есть это не будет там что-то накинутого. Но бросать здесь, подчеркиваю, вы видите, да, погодка сегодня. Айс, назовем ее так, свежо, но вонь уже стоит. Мы с вами потихонечку заходим в подъезд. Ну, по левой части я вам показал, какая картина. То есть люди выходят, ремонты делают, какая-то старая мебель, швыряют прямо здесь. А потом, смотрите, что произойдет. Вот они сейчас разобьют фасады, помнут. И в дальнейшем будут говорить, ой, какое плохое качество строительства. В том числе я не говорю о том, что все построено вот так. Вот это нужно нанимать отдельно эксперта строительного. И он придет, уже выявит, есть недочет или нет. Но сам смысл, что люди вот им дали новый дом, и сами себе поднос начинают срать. Далее комната. Вот, все по-хорошему, говорю, нужен собственник, так сказать, хозяйственник, даже, а не собственник. Ну вот, чуть такое. Набросали вещи. Опять же, какое вот тут просто, вот мне даже интересно. Вот если вдруг вот это сейчас увидит, тот, кто это делает, вот о чем ты думаешь? Вот всем интересно, напиши хотя бы комментарий. Это я разбрасываю, швыряю мусор по подъезду. Для чего? Вот сюда еще неплохо бросить, например, остатки еды. Для того, чтобы пошла вонь. Неплохо бы сбросить сюда какой-нибудь мусор. Знаешь, когда вы покупаете продукты, кстати, перебираете. Потому что бывает с рынка, с магазина, вы можете занести одного таракана домой. Домой одного таракана можете занести. Можете вот его занести сюда. А потом вы будете жаловаться, что ваши соседи плохие. Но на самом деле это не они, это вы. Это вы принесли там заразу в дом. Для чего? Вот, знаешь, когда мне было там 13 лет, я признаюсь, я мусорил. Я, бывало, бросал там обертки от жвачек. Но с возрастом, я понимаю, это вообще надо быть каким человеком, чтобы вот такими делами заниматься. Почему это делают жители, которые живут в своем доме, это вообще непонятно. Вот ты, как представитель инициативной группы, ты вот это вот фоткаешь, в чат выкладываешь. Выкладываешь, говоришь, ребята, это что такое? Умираешь за людьми. Я сама убираю. А они тебе что говорят? Молчат? У нас очень многие сами убирают тоже. Ну, камеру поставить, понять вообще, какая квартира так делает. Камеру без разрешения управляющей компании мы не можем поставить. А сделать общее собрание собственников ТСЖ и вы сами, нет? ТСЖ? Да. Ну, у нас это не переживается никак, пока что по ментальности нашей. По менталитету, вот, мы не за ТСЖ. Хотя вставал вопрос о выборе председателя, серого кардинала. Ну, было там, пару раз мне предложили. Нет, я не готова. Я просто... Короче, ты столкнулась с этой инициативой, когда начинаешь, да, вести и понимаешь то, что... Ну, его нахрен. Нет, я просто очень волнительная и очень переживательная. Я просто физически это не выдержу. В эти прошлые годы стресс был такой. Такой военный человек. Вот, кстати, благодаря Дмитрию мы узнали, что есть Росгвардия. Мы подняли этот вопрос. Мы не можем поменять охрану, потому что у нас временная управляющая компания, которая есть на бумагах, но ее как бы нет еще. И у нас уникальная ситуация, что мы как в пинг-понг к нами играют. От МФЦ до жилищника, от жилищника до МФЦ, потому что там мы не на балансе, к жилищнику не дошли документы, этого нет, этого нет. Больше скажу, я полгода не плачу за квартиру, я живу бесплатно. Я думаю, многие из вас, кто давно уже смотрит канал, знают, что подобные темы меня прям очень сильно раздражают. И я вот на самом деле, когда я все это видел, у меня в голове не укладывается, ну, как это возможно? То есть человек, вы вдумайтесь, его логика, он выходит с мусором? Там реально, три мусорки, вот, пройтись там 30-40 секунд, скинь. Он ставит с мыслью, что ему должны. Он ее поставил, а ты уборщик. Тебе платят, кто за это платит? Кто-то за это платит. При этом то, что Алиса нам отмечает, что сейчас они там условно за квартиры свои не платят, управляющей компании нету. Но ему уже должны за ним убирать, подтирать жопу. Мы поднимались на крышу, до этого мы дойдем. Дом строитель, как я помню, там уже нет, все, дом, вот он стоит. Знаете, что делать на крыше? Срут. В прямом смысле. Поднимись, просто страшно, даже показывать вам не буду. Про наркоманов хотите, как они разбирают дома, как они заселяются в эти дома, потому что в пятиэтажке жил наркоман, он поселился в подъезде и переехал в новое жилье, ему дали. И что происходит дальше? Вот все это сейчас я вам покажу детально, прям вот точечно. Но давайте посмотрим, какую квартиру они получают. 42 квадрата. И вот в этой квартире после обзора я вам такой вопросик задам с подковырочкой. Смотрим. Мы заходим в гости. Двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров. Ребята, все, что вы сейчас увидите, здесь от застройщика готовы. Ребята покупали только лишь различные элементы декора и мебель. Просторная прихожая. Налево первая комната детская, далее вторая комната, кухня, санузел, санузел. Ну, ванна, туалет. Давайте обо всем пройдемся, покажем вам по порядку, по-живому, чтобы вы просто видели, как делают. Вот, туалет по площади, по размерам зафиксировали. Далее ванна. Ванна тоже уже, в принципе, смотрите, такая уютненькая. И она большая, потому что в ванне запросто помещается стиральная машина. То есть, я делаю акцент, что это не вау, а с точки зрения того, что в реновации, в новых домах, такие вещи бытовые, их уже продумывают. Соответственно, ими можно пользоваться. Но, опять же, жирный плюс какой? Если мы рассматриваем вариант, что жил человек на вторичке, в пятиэтажном доме, убитый, старый ремонт. Многие люди, как показывает практика, живут с ремонтом, который был сделан от застройщика на момент сдачи дома. 1961 год постройки, как было сделано, так и живут. А тут они приходят, ни хрена себе. Те, кто живут в более дорогих квартирах, вы, естественно, скажете, другая история. Поэтому я на этом делаю акцент, чтобы вы это учитывали. Заходим в детскую комнату, дочери 8 лет. Сейчас она находится, естественно, в школе. Пожалуйста, спальное место-диван. Учебное место занимается ребенок музыкой. Лунтик, это кот. И, естественно, фишка какая? Подходим ближе. Балкон. Подчеркиваю, по-разному люди относятся, когда в детской комнате находится балкон. Но самый факт в том, что он существует. Он холодный, естественно, его можно доработать, утеплить. Но один из жирных плюсов этого дома, как мы с вами сказали, это вид. Если открыть балкон, смотрите, тоже слайдер. Сделан удобно. Ты открыл место, пространство не занимает. И вот такой у тебя видок. Как тебе? Конечно, я бы хотел этот балкон себе забрать, а не ребенку. Но, как говорится, все лучшее детям. Ну и опять же, смотрите, вот. Школы, больницы, поликлиники, детские сады. Все поблизости. То есть тишина, спокойствие. Налево смотришь вообще просто тебе. Красотища, так спокойно. Ну, тут, как говорится, зафиксировали, а выводы, классно это или не классно, делать исключительно вам. Пойдемте в комнату-спальню родителей. Вот такая уютная комната. Вот обратите внимание, рабочее место Артема. Когда я увидел, сначала я подумал, первые мои мысли, ну, понятно, айтишник. Но нет, чем занимается Артем, я задам отдельно, потому что его профессия, я думаю, многих удивит. В том числе, что такая достойная профессия. Большая комната и вид из окна. Вот здесь тоже, скажу вам так, фишка. Мы на более высоком этаже дома. Сам дом по себе, 22 этажа. Вот подойди, пожалуйста, поближе. Обычно, как бывает, ты приходишь, и у тебя вид из окна, окно в окно. Здесь у некоторых этажей то же самое. Показываю окошко. Потому что перед нами прям стоит дом. Но мы живем так, что мы над ними. То есть, мы живем как бы в высотке. Мы видим весь город как на ладони. И в этом плане жирный плюс, что в вечернее время тебе не нужно постоянно зашторивать окна. Ночной город, красиво, ты лежишь, и никто на тебя не смотрит. Это удобно, это классно. Что вы скажете по этому поводу, не забывайте, комментарии открыты. И далее мы идем с вами на кухню. Кухня, как я понял, пока что еще не до конца доделана с точки зрения того, что не хватает штор. Но ребята живут относительно не так давно. Поэтому все впереди. Ну и вот большая кухня. Вспоминая о том, что в пятиэтажках она была 5-7, у кого-то 8 квадратов. Это было уже вау. Ну и здесь вот в принципе большая кухня. На семью из трех человек отужинать, отобедать запросто. Чем ты занимаешься? В настоящее время я преподаю в университете на должности доцента. Преподаю новейшую отечественную историю. В том числе ты сейчас пишешь? А основная моя деятельность – это подготовка докторской диссертации. Ну, если конкретнее, то материалов для докторской диссертации. То есть, даже пока еще не утверждена тема, но в заданном направлении двигаюсь. Слушай, вот всем, мне кажется, будет интересно. Мы обычно в сюжетах спрашиваем, кто чем занимается и кто сколько зарабатывает. Вот если это можно озвучить историю с точки зрения того, что ты как… Как правильно назвать? Ученый ты, преподаватель. Кто ты? Я формально и ученый, и опять-таки формально преподаватель. Хотя в данном случае неформально тоже. По-разному бывает. Если говорить о доходах, то я работал раньше в другой организации. Занимался там в основном научно-просветительской деятельностью. Но вынужден был оттуда уйти как раз-таки для того, чтобы сосредоточить свои усилия уже только на научной работе. А для того, чтобы поддерживать себя в тонусе, я решил устроиться в университет для того, чтобы делиться своими знаниями. Вилку какую-то назови хотя бы. Сколько, плюс-минус? Плюс-минус вилка очень такая серьезная вилка. Зубчики этой вилки расположены очень далеко друг от друга. Поэтому вилка такая. От 80 тысяч до 140, так скажем. Ну, это вот приблизительно так. Последнее время очень мало, я бы сказал. Ну, приблизительно 90-100, наверное. А если, например, не брать в учет, что ты, например, занимался дополнительным способом заработка, а вот просто как преподаватель, вот твоего уровня преподавателя по России, ну и в частности по Москве. В Москве находимся. Сколько вообще зарплаты? Преподаватели? Ну, вот в университетах. По-разному. Там, насколько мне известно, потому что я относительно недавно вернулся в эту сферу, именно в образовательную. Преподаватели, у них очень многое зависит от того, сколько у них, какая ставка. Если это полная ставка, то минимум, что будет он получать. Я, конечно, могу судить только о своем ВУЗе. Скорее всего, он будет получать приблизительно 80-90 тысяч, но это будет только как ставка. Плюс какие-то премии, может быть, какие-то стимулирующие. Скорее всего, он будет еще подрабатывать тем, что дополнительные деньги мы получаем за издание научно-методических трудов, в том числе учебников и так далее и тому подобное. Вот там тогда уже какие-то дополнительные деньги получаются. Ну, и есть, может быть, еще какие-то способы. Я так понимаю, что много людей, и я сам тоже этим занимался, работают с детьми. На репетиторстве, да? Да, на репетиторстве можно очень хорошо зарабатывать. Просто это мне неинтересно. Это каждый раз получается одно и то же. Хотя это очень благородно, это очень важно. И по-настоящему надо, конечно же, с любовью относиться к этому делу. То есть, это, в принципе, такой принцип жизни. Слушай, давай я так тебе поставлю вопрос. Если задаться целью «хочу делать в месяц 500 тысяч рублей», реально ли преподаватели, мы это смотрим, вуз – раз, репетиторство – два, и третий, какой-нибудь источник дохода дополнительно, ну, вот, допустим, то, чем занимаешься ты, я понимаю, что на это будет уходить очень много времени, ты будешь работать там, условно, с утра до вечера, возможно, даже и без выходных, но в реале преподавателю в Москве или в России возможно выйти на эти цифры, или это нереально? Вот всё, что ты сейчас перечислил, занимаясь только этим, невозможно, сразу могу сказать, даже если ты не будешь спать, например, и не будешь есть. А теперь давайте зажимать пальцы. 100 тысяч – средний доход у Артёма раз. Я спрашиваю Алисы, чем ты занимаешься? Говорит, на фоне мужа, даже неловко говорить, но тем не менее ответила. Она продаёт вещи за комиссию на Авито. Доход средний в месяц, говорит Вилка, ну, сложно сказать, плохой месяц – 20 тысяч, хороший месяц – 80. Ну, вот, средний, давайте возьмём, 50 тысяч рублей. Итого доход на семью – 150 тысяч рублей в месяц. И здесь, с одной стороны, можно сказать, ну, 150 тысяч рублей звучит-то, да, неплохо. Семья из трёх человек, квартиры есть, долгов. Ну, я уж не спрашивал, но вроде как нету. Ведь где-то люди 20 тысяч, 30 тысяч получают. Но с другой стороны, 150 тысяч, ребята, с текущими ценами для Москвы – это деньги серии, что жить можно, но вот скопить, ключевой момент-то начинается, на квартиру, если бы они, в частности, Алиса не начала бы там наводить шорох во всём своём доме с идеей «давайте, мы должны попасть под реновацию», ну, вот сейчас сидели бы они в этой двушке 42 квадрата. А здесь, ну, классная квартира или нет? Я спросил у Артёма, сейчас вы услышите его ответ, как они вообще размышляли, когда они её получали. Ну, ключевой момент. Да она никогда в жизни бы, как преподаватель, и она, как вот рядовой менеджер по продажам, не заработают на это жильё. Сегодня такая квартира стоит, знаете, сколько? 16 миллионов 500 тысяч рублей. Ну, как минимум, по таким цифрам, вот подобные двушки при инновации торгуют. Недавно мы снимали квартиру чуть больше площади за 15 рублей, но это с торгов, это ещё повезло за 15 миллионов забрать. А там человек тоже отмечал, что 16500 торговалась квартира вот от собственника, там, это уже как вторичка шла. А здесь на тебе, пожалуйста. Поэтому давайте послушаем, я задаю Артёма, может быть, тебе, ну, давайте продолжим. Профессия, работа вообще в целом нравится? Или ты бы вообще так вот иногда сидишь, задумываешься, пьёшь чай, когда никого нету, один, сел такой, думаешь, вот бы что-нибудь другое? Да нет, конечно. Если бы мне это не нравилось, конечно, так сказать, я бы не стал принимать такое решение, о том, чтобы уходить из замечательной организации, в которой я раньше работал, да, просто там немножко другие условия, опять-таки, не связанные с материальным обеспечением, да, тем не менее, я, конечно, очень рад тем, что я занимаюсь, я доволен, я всё время, а теперь ещё и плюс, находясь в этой квартире, я вдохновляюсь всё время, да, потому что вот для меня виды – это самое главное в квартире. Ну, вот когда зашли в квартиру, да, например, обычно люди что, когда заходят в квартиру, получают, они сразу начинают смотреть трещины в стенах, там, ещё что-то такое, нет, я как сумасшедший, я сразу пошёл видосом, мне было наплевать, ну, я видел, что что-то там потолок не обваливается, ничего такого, какого-то криминала нету, я сразу же пошёл смотреть виды. Виды, они вдохновляют, потому что это перспектива. Хочешь – далеко смотришь, хочешь – близко смотришь, у тебя глаз всё время тренируется. Это очень важно, тем более, если у тебя сидячая работа, тем более, если ты очень много работаешь с текстами, да, перед экраном компьютера. Вот у меня до сих пор нет очков, потому что, ну… То есть какой совет? Работаешь за компьютером, раз в час встал и дальше что? Ну, не то чтобы раз в час, вообще в целом это оно само, то есть как-то приучать себя, наверное, специально не нужно, но если вам повезло и у вас есть виды, вот хотя бы такой вот, как вот у нас в квартире, да, конечно же, надо смотреть, потому что, ну, это опять-таки, это просто полезно, и это, я даже читал специально об этом, потому что я никак не мог понять, почему людей не интересуют виды, вообще не интересуют виды. Да как это может быть, как можно этим не интересоваться, учитывая, что это даже просто, даже психологически полезно. Смотреть на город, смотреть на лес. А у нас, хочешь на лес смотри, хочешь на город. Ну, так. Сквозит так, что двери, вот, что на выходе тяжело закрывать, что на входе. Но обратите внимание, мы поднимаемся на 23 этаж, плюс ещё один этаж, и мы выходим на крышу. Пришли мы сюда не случайно, потому что люди, которые проживают в этом доме, все те, у кого выходит вид на эту сторону, вот, изюминка такая была, у нас вид из окон, как в бизнес-классах, которые таким видом даже похвастаться не могут. Подходим ближе. Оператор, будь добра, показываю, пожалуйста. Ну, вот, такая красотища, потому что Алиса присылала мне видео, когда было лето, здесь всё зелёное, когда начинается осень, всё становится таким жёлтым. Зимой будет красотища, ну, и в тот же момент, друзья, да, вы должны понимать, одно дело, вон у нас на горизонте разноцветные многоэтажки, когда ты выходишь, и у тебя вид окно в окно, и другое дело, когда, ну, вот такая красота. Многие же говорят, как, Москва, там грязный, вонючий город, и вот как раз у нас прям с вами такая панорама идёт, мы можем видеть, работают различные, как их назвать, заводы, или кто, отопительные системы пускают дым, пар. Ну, вот, ты смотришь, а здесь потише, понятно, что слышен отчётливо фон и шум дороги, но это город, через лес пробежаться, вон там на горизонте у нас как раз будет Тункат. Хочу отдельно отметить, что всё, получили доступ на крышу с разрешения официального, но мне просто было очень важно это показать вам. Ну, вот, вы отмечаете, что вид как где? Как в Нью-Йорке. Как в Нью-Йорке. Когда мы летом сюда пришли, ну, пока вот дом только был, был какой-то период, открыта крыша, мы заходим, здесь стояла шашлычная. На крыше? Да, 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 люди делали шашлыки, мы пришли, погуляли, это было днём, ну, восхитились, конечно, лесом и видами, а потом мы произошли сюда ночью, и такое было прямо, всё в огнях, всё подсвечивается, каждый ЖК по-своему, где-то там Останкинская башня, там Триумфолаз был, всё, и всё было настолько потрясающе красиво, именно с ощущением вот ночи такой летней, звёздной и куча-куча огоньков, это просто было. Вот в нашем климате, на самом деле, я не понимаю, почему до сих пор, вот в силу того, что строят такие современные дома и все технологии, вот вы сказали, Нью-Йорк, там в домах, которым по 100 лет, по 100 лет, может даже и побольше, кровля эксплуатируемая, то есть, представляешь, какой был бы вам бонус, если бы у вас сюда выходишь, а здесь прилавочка стоит, как вот благоустройство делают на крышах, в Азии, друзья, в Азии, на каждом шагу. Самое время переходить к минусам реновации и таких домов, вот в чём минусы, давайте разбираться вместе, кто в них виноват. Ну, например, на этой неделе мы должны были снимать два сюжета, один, пожалуйста, и второй, та же самая история, реновация, только другой дом в другом месте, и там человек получает квартиру, доплачивает специально, он докупает третью комнату, у него была двушка, покупает трёхкомнатную квартиру, делает в ней ремонт, начинает в ней жить, и по факту его соседи неблагоприятные выживают. Вот он мне присылает следующие кадры, которые я вам хочу прокомментировать. Рассказывает, что изначально он вообще не понял, типа, блин, вот строят, там, говорит, дома из говна и палок, всё разваливаются, начинает, тут отваливается, там отваливается, а потом начал обращать внимание, что в подъезд приходят сомнительные непонятные люди, которые расковеркивают это в поисках чего-то. Рассказывает раз ночью, у него собака, собака ночью будет, он, мол, пошли на улицу, терпеть я больше не могу, он выходит, пока пёс бегает, а он параллельно с этим строит себе уже дом, то есть он уже всё, вот на данный момент стадия переезд домой в дом. Ему любопытно фасад, вот эти вот вентилируемые, посмотреть как, что крепят, и он включает фонарик и подходит, начинает смотреть, что происходит, это на самом деле для революционных домов стандартная история, когда кто-то что-то ищет, вот в предыдущем выпуске Анна рассказывала историю, как она забыла очки на площадке, ходила их вечером искала с фонариком, и всех этих людей принимают за тех искателей вот этой гадости, даже дисклеймер никакой делать не нужно, это погонь полная, вам это всем понятно, вы люди взрослые. И как, откуда ни возьмись, останавливаются полиции, тут же выбегают, кто такой, чего, как. Он ответил, что я даже не понял, в чем смысл, ну, ему сотрудники объясняют, вот, вылавливаем здесь искатели вот этого чуда, отметили ему, что, говорит, мы тебя знаем, уже видели, что здесь живешь, как бы вопросов снят был, отпустили его домой. Но сам смысл, что подъезды все разбирают, и Алиса точно так же отмечала, что в подъезд раз заходит, стоит, вышла из лифта, чтобы не ехать, то есть боятся люди. А почему это происходит? Вот в данном случае пока что управляющая компания не заработала, камеры расставлены, но они не подключены, они не работают. Откуда-то эти товарищи все узнают, в том числе молодежь, что можно пройти, оказывается, крыша где-то там, то ли была открыта, вот на момент съемки нам ее открыли специально, чтобы мы могли выйти. И вот тебе, пожалуйста, они заселяются. И на основании этого человек просто понял, что я не смогу, у меня дети растут, все, как бы, баста, я переезжаю, и как бы квартиру под продажу жарят. Хотя изначально мысль-то была благая, докупил все, добился, буду жить в доме. Вот он, пожалуйста. Вроде бы как к дому в целом претензий нет. Он показал, да, стены кривые, отмечаем, друзья, ничего не скрываем. Вот, есть кривые моменты, с ремонтами многие жалуются, потому что если взять профессионала, он, естественно, выведет много косяков. Но выживает не ремонт, а выживают люди. Люди в том числе. Алиса, ну вот сидишь ты вот так вот с мужем, с дочерью вечером, да? Красотища, на город смотришь, шторы ты специально говоришь не стало дешево? Да, мы специально не хотели ничего в кухне делать, потому что это вот самый, один вид стоит дороже всех штор. Вот расскажи мне, смотри, обычно, когда люди получают квартиры, рассказывают, плохо положена плитка, обои, например, дешевые, двери заедают, то есть неправильно установлено, окна заедают. То есть перечисляют те минусы, которые действительно есть, они существуют и допущены от застройщиков в силу того, что ремонт, квартиру вам сдают с ремонтом. Вот когда вы пришли, как вы ко всему этому отнеслись? Это минус, плюс, нейтрально, что скажешь? Мы вообще очень позитивные люди. Поэтому и сами как бы не жили с золотыми унитазами, надо тоже как-то понимать. Мы пришли, посмотрели квартиру, какая-то небольшая опись по недостаткам была, их же устраняют, то есть ты пишешь документ, при первом просмотре квартиры ты заполняешь заявку на устранение недостатков. 15-20 дней они устраняют, ты снова приходишь, смотришь, если тебя все устраивает и подписываешь акт. Если тебя не устраивает, они будут исправлять до тех пор, пока ты акт не подпишешь. Когда мы сюда пришли, у нас были недостатки, они есть, если нужно, я могу сказать, мы их не скрываем. Но нам было настолько в этом плане все равно, потому что, во-первых, мы понимаем, что дом усаживается минимум 2 года, и еще дополнительные недостатки, в любом случае, так в новом жилье, так и всегда и происходят, они заново, еще что-то образуется. Поэтому не видели смысла вкладываться в ремонт, что-то менять, для того, чтобы потом не переделывать. Лучше ремонт сделать один раз и качественно, чем потом переделать. Это в любом случае что-то будешь переделывать. У нас пока сейчас ничего не трещит. В таком плане, ну, есть, конечно, недостатки небольшие по стенам, но они не несущие. Захотим, снесем, сделаем студию большую. В общем, мы к этому очень просто относимся. Давай проговорим по блоку минусов, потому что всем интересны минусы. И они у тебя действительно есть, у тебя как у жильца. Давай вот там кратенько, я зажимаю пальцы, а ты рассказываешь. На что ты можешь пожаловаться, что тебе не нравится? Отсутствие укан. Раз. Зафиксировано. Наркоманы. Вот это поподробнее, это мы любим. Наркоманы, алкаши, что тут у вас происходит? Ну, алкашей я так вот, так сказать, не встречала. К сожалению, с наркоманами даже сама сталкивалась. Но благо успевала выскочить из лифта. Их же видно. На 15-м этаже находились закладки, потому что все в открытом доступе. Ничего закрывать по закону нельзя. Пока дом не передан рука, нельзя крылья закрывать самостоятельно. Нельзя счетчики закрывать. Все вот эти белые ящики, которые делают все для дома. Прекрасное место для хранения. На втором этаже тоже была недавняя ситуация, что полтретьего приходили, дергали за ручки. Женщина побоялась выйти, потому что она женщина полтретьего ночи. Короче, кто-то ходил ночью по этажу и дергал двери, открывал. А вот зацените, живой вам пример. Это вот крыло справа у нас от квартиры. И напротив них точно так же белые двери. Но это уже не квартиры. Это вот общее пространство. Открываешь там, к примеру, пожарный гидрант. И, видимо, какой-то ходил, шатался, дергал за ручки. Даже не понимал, что он ломится в чужую квартиру. Как вам? Забыл закрыть на ночь дверь? А тебе раз и здравствуйте. С соседями вообще общаешься? Вот чат читаешь? Какие там настроения? В чатах, как правило, всегда жалуются. У вас какая картина? Если жалуются, то на что? У нас очень многие говорят, что довольны, а все остальное мелочи. Поэтому у нас и никакой ругани нет, и выяснений нет. У нас просто постфактум. Выкладываются документы, сходите сюда, взаимопомощь идет сама по себе. Что вот это решается в этом кабинете, это туда сходить надо. Вот это вот так решает. Вот этот нам чиновник вот это сказал. То есть больше идет информативное общение, а не поливание друг другу грязью. Но после вторички, когда возвращаешься сюда, ну смотри, совсем другая история. Более просторный, светлый подъезд. Заходи, делай оценку. Раз, два, три лифта на башню. 22 этажа. Целое эхо. Есть возможность сквозного выхода во двор. В том числе, пожалуйста, место для консьержа-охраны. Ну естественно, ау, кто там, никого нет. Как выяснилось, охрана там на самом деле есть. Там сейчас сидит человек, я вот когда постучался, открылась дверь, вам кого? Я говорю, а вы кто, говорит, охрана? Говорят, что охраняете? Она говорит, квартиры, которые еще не сданы, пустые. Говорят, у вас камера есть внутри, камер нет. По правой стороне колясочная. Ну и здесь, собственно, продолжение входной группы, подъезда, как угодно можно назвать. Понятно, да? Новый дом, люди вот раскидывают. Ну и дальше смотрите, что-что, а рекламочка, рекламочка уже ждет вас в ваших почтовых ящиках. Так сказать, нативные рекламные интеграции уже здесь лежат, пожалуй. Смотри, сколько много приносит. Вот, кстати, обратите внимание, слышите, как воют? Это вот как-то со сквозняком связано. То есть это, видимо, то ли лифты как-то неправильно устанавливают, то ли как-то система вентиляции. Вот напишите в комментариях, из-за чего идет вой. Но такое очень часто бывает именно в новостроях, что лифты свистят. Смотрите, пожалуйста, да? Вот как вы думаете, что там в доме приносит? Пожалуйста. Специальная комната, помывочная. То есть это можно использовать лапы собакам, помыть раз. Руки сполоснуть, два. Ну и, собственно, для уборки территории, три. Здесь единственное, что не хватает, это только санузла. На башню 22 и 23 этажа, три лифта. Соответственно, утром уже сейчас 3-5 минут, а лифт отмечает пробку. Когда дом заселится на 100%, ну, для таких высоток стандартная проблема. Не дай бог, лифты сломаются. Что по инфраструктуре? Вообще вот этот район, я вам карту ввожу еще раз на экран, он действительно такой старенький. В этом есть свои плюсы и в этом есть свои жирные минусы. Так, например, вокруг очень много лесов, когда из него выезжаешь, вообще такое ощущение, как будто находишься не в Москве, где-то далеко, но при этом и в рамках МКАДа. Детские сады, школы и прочая подобная инфраструктура, поликлиники, больницы есть. Не хватает станции метро. Для Алисы, например, это плюс, что ее нету. Почище, посвободнее. Другие люди отмечают, что 25-30 минут пешком далековато, хотелось бы поближе. Не хватает магазинов. Казалось бы, вы вдумайтесь, Москва, но нет, один-два магазина есть, хочется больше, хочется разнообразия, хочется разных магазинов. Но такие магазины, как Пивас для вас, на каждом углу и прочие алкомаркеты есть, все, пожалуйста, ходи выбирай. То есть, в целом, Москва, она действительно разная, посмотреть, кому поспокойнее, посвободнее районы можно найти для себя. Говорю это лишь с точки зрения того, чтобы подсветить с разных углов. Я спрашиваю у нее, Алис, ну, вспомни вот эти воспоминания, когда вы получаете ключи. Вот послушайте, что она расскажет, а дальше я дам коротенький комментарий. 2023 год на дворе, вам начинают вручать ключи. Ну, давай поговорим о плюсах. Потому что, когда ты мне написала письмо, первые твои обращения были именно прям, ну, посмотри, почему ты не покажешь нашу замечательную ситуацию. Мы всем довольны, нам все нравится. Мы переехали пореноваться, это были твои слова. Все круто. Вот давай расскажи, что плюсы какие, что тебе прям здесь очень нравится, такой блок о плюсах. Все. Мне нравится здесь все абсолютно. И мало того, я еще участвовала в интервью фонда реновации. Наше интервью висит на сайте. Была глобальная эйфория. Потому что до того, как мы получили ключи и обнесли вот это место, мы думали построить какой-то бизнес-класс, премиум. Потому что мы знаем этот район и мы знаем, где, какая эта точка локации и чего она стоит вообще в Москве. Вот. Ну, благодаря, кстати, вашим роликам тоже. Когда мы зашли в квартиру, было, да так не бывает. Вот первая фраза внутри, да так не бывает. По ощущениям. Плюс, что меня очень сильно, вот по плюсам. Посмотрите, пожалуйста. Все закрыты лестничные пролеты алюминием. Вот этими вот. Потому что очень много домов сдают, когда просто, ну, даже из безопасности. Когда очень низкий порожек, люди выходят покурить и, может, не вернутся домой. Ну, например. Если довольны, значит, мэрия Москвы дала указание. Ты сотрудник центрального какого-нибудь там аппарата. Короче, все это за деньги. Скрытая нативная интеграция. Покупаете, переезжаете, отказываетесь. Твое мнение по этому поводу? Нет, это не скрытая интеграция. Никто нам не проплачивал. Это просто личное мироощущение. Люди абсолютно разные. Мы, ну, как бы по жизни с мужем очень легкие, позитивные. И многие вещи закрываем глаза. Но есть такой маленький, там, уже у меня накипело в плане того, что убираться постоянно самой уже, уже и спина, извините, срывалась пару раз. То есть есть такой момент, как по рукам бьют. Вот в плане инициативы и желания помочь. И еще раз повторюсь, я очень люблю этот дом. Я безумно довольна. Но пока не решены глобальные вопросы с мусором, с управляющей компанией, ну, немножко тяжко. Вот есть такой момент, думаешь, да когда уже, уже чуть-чуть перевести вот в порядок. Пятиэтажный дом, это меньшеэтажность, зелень, свободнее. А тут вас из пятиэтажа загоняют в 22-23 этажа. Ну, как вы не поймете, вас всех гонят в человеники. Ты живешь в человеники. Это неправильно, это некомфортно, это плохо. Лифты, а если сломается, то как ты пойдешь наверх? И вот все то, что вытекает из минусов высотных домов. Ну, во-первых, я сразу могу сказать, что многих своих соседей по пятиэтажке я познакомилась в этом лифте. С ними, оказывается, мы жили, может быть, в разных подъездных, на разных этажах. Просто сейчас мы уже не то поколение 90-х, когда соседи друг друга, чай, кофе и двери были открыты. Поэтому здесь я больше приобрела и узнала, кто с нами жил. Человеник не считаю, потому что он точечно построен. И благодаря тому, что 70% это видовые квартиры, вообще нет ощущения ни колодцев, ни окно в окно. Поэтому я не ощущаю человеника. А вот здесь нужно подвести черту этому сюжету. Я хотел дать развернутый, последний комментарий, но подумал, что нет. Я донес вам информацию с разных сторон. Все показал, подсветил, дал людям высказаться. Вот теперь напишите ваше мнение в комментарии, такое вот послевкусие, если хотите. Что вы думаете по увиденному и по услышанному? Обязательно подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм-канала, ссылка на который ждет вас в первом закрепленном комментарии. Ведь там я делаю различные анонсы, устраиваю опросы, голосования, которые в дальнейшем помогают при создании сюжетов. Не добавить, не убавить. На сегодня у меня все. Пока, пока. Пока.